ВЗРЫВ Москва. 15 декабря 1938 года. 12.58. Минус 25 градусов. С аэродрома на Ходынском поле поднимается самолёт И-181. Это испытательный полёт истребителя моноплана конструктора Поликарпова. Машина ещё сырая, недоработанная. Но ею крепкой рукой управляет легенда советской авиации Валерий Чкалов. Задание – один облёт аэродрома, высота 600 метров. На сырой машине это рискованно. Но ведь за штурвалом сам Чкалов. Он знает, что и как нужно делать. Коробочка над Ходынкой. Мало. Ещё не всё выжато из машины. Согласно расхожей легенде, Чкалов якобы вспоминает, что вскоре у Сталина день рождения. И решает сделать вождю подарок – пронестись над его дачей в Кунцеве помахать крыльями. Однако то, что этот манёвр был, не подтверждали очевидцы, которые с земли наблюдали за полётом. Позже, на следствии, они утверждали, что самолёт от намеченного курса не отклонился. А вот, что мы знаем наверняка. Через 20 минут, сделав ещё одну коробочку, истребитель идёт на посадку. За полтора километра до аэродрома Чкалов убирает газ. Вдруг из двигателя начинает валить чёрный дым. Мотор глохнет. До полосы явно не дотянуть. Крен влево. Самолёт резко снижается. 150 метров. 100. 50. 25. 10. Он его уводил от жилых районов, потому что там были бараки. И врезался в кучу брёвен, и отца выбросил из кабины. Он был доставлен в Боткинскую больницу, но уже было поздно. Народный любимец Чкалов разбился ровно через полгода после того, как Сталин якобы предложил ему пост наркома внутренних дел. А лётчик категорически отказался стать руководителем расстрельного ведомства. Так может, авария была подстроена и стала местью вождя за ослушание? К тому же на Чкалова вроде бы точили зуб Берия, который тоже метил в наркомы, и Ежов, не желавший расставаться со своей должностью начальника в НКВД. А было ли вообще это предложение? Пролетал ли Чкалов вопреки утверждённому маршруту над дачей Сталина? Как и почему он погиб? Сплошные загадки вокруг этого удивительного человека. Так что мифы, а что правда? Мы развеем домыслы вокруг его имени. До 1935 года о Валерии Чкалове мало кто знал. Один из сталинских соколов со взрывным, резким, но при этом удивительно открытым и отзывчивым характером. Буйная энергия хулигана и серьёзное отношение к делу. Говорил о нём начальник института ВС, дивизионный комиссар Зильберт. Судьба – это и есть характер. Он и определил жизненный путь Чкалова. От начала и до конца. Человек, он был, по-моему, очень открытый, очень обаятельный и правдивый. Вот то, что он мог сказать, то, что он думает, может быть, иногда, когда надо было промолчать, это точно. А ещё Чкалов был счастливым человеком. В детстве, впервые увидев самолёт над Волгой, захотел стать лётчиком. И стал им. Его горячее желание совпало с теми способностями, которые у него были от природы. Дерзкий, отважный военный лётчик, он не раз сидел на гаупфахте за свои воздушные художества. Правда, недолго. Однажды, якобы за то, что прилетел под Троицким мостом Ленинграда. Стальной мост равенства, так он назывался до 1934 года, невысокий. Высота пролёта от поверхности воды всего 4 метра. Проскочит ли самолёт? Что за балвар? Летать над Ленинградом запрещено? Но кто не рискует, тот не зовётся советским соколом. Вперёд! Ша-2 проносится под мостом, едва не задев воду. Так ли всё было на самом деле? Это долгое время оставалось загадкой даже для историков. А может, это всё лишь очередной миф о Чкалове? Ну, Батя, держись! Прилетел, Батя! Прилетел! На самом деле, сцену для советского фильма Чкалов придумал режиссёр Калатозов. А самолётом Ша-2 управлял лётчик Евгений Борисенко. Это, безусловно, талантливая выдумка режиссёра. Ни в одном источнике обнаружить не удалось, что Чкалов когда-либо пролетал под мостом. На самом деле, режиссёры фильма вдохновили исторический факт. В 1912 году под всеми петербургскими мостами пролетел российский морской лётчик Георгий Фриде. Сами создатели фильма относились к этой сцене с юмором. Однажды оператор Гинсбург посмеялся над исполнителем опасного трюка пилотом Борисенко. Да вот смотрю на тебя и думаю, как с таким идиотом, как ты, жена, живёт, которая летает под мостами. На что Евгений Вонача-то реагировал. Говорит, я-то идиот, но я самолёт пилотировал, а ты-то сидел и снимал в это время. На плёнке оказался брак. Пришлось делать второй дубль. Под мостом проскочили, но самолёт зарылся носом в воду и перевернулся. Плёнку удалось спасти. Так эпизод с лихим маневром Чкалова оказался в киноленте, которую по указанию Сталина готовили к годовщине его гибели. Исследователи жизни Чкалова до сих пор спорят, пролетал ли он под мостом или нет. Но никто из них не сомневается, что он мог бы пролететь. Такой у него был характер. Рискованных трюков в его лётной практике было немало. Чкалов был автором новых фигур высшего пилотажа, восходящего штопора и замедленной бочки. Пропаганда подвигов Чкалова была настолько сильна, что в годы войны под мостами европейских городов наши экипажи проносились даже на самолётах-бомбардировщиках Б-25. Тем самым они сулитовали своему кумиру. Его слава поднялась до небес. Ещё до того, как он совершил главный подвиг в своей жизни, перелетел через Северный полюс в Америку. Этот легендарный перелёт стал поворотным в судьбе Валерия Павловича. И состоялся он во многом благодаря его другу Георгию Байдукову. Но путь к подвигу оказался длинным и тернистым, а сам воздушный бросок чуть не стал для обоих роковым. 13 февраля 1934 года в Чикотском море гибнет раздавленный льдами советский пароход «Челюски». На льдине 104 человек. Их нужно срочно спасать. Но самолётов в том районе немного. На его спасение вышли несколько групп наших лётчиков со своими самолётами. Этим делом тогда занялись Молоков, Каманин, первый был Лепедевский, Слепнёв, Водопьянов, Доронин. Правительство награждает участников эпопеи по спасению Челюскицев. Они становятся первыми героями Советского Союза. После спасения челюскинцев в 1934 году страна ждёт новых подвигов авиаторов. И лётчик Сигизмунд Ливаневский предлагает совершить перелёт через Северный полюс в Америку. Вскоре он получает разрешение у Сталина. Полёт был назначен на лето 1935 года. В экипаж вошли штурман Александр Беляков и лётчик Георгий Байдуков, мастер слепых полётов. Вылетели 3 августа на самолёте АНТ-25. Над Кольским полуостровом из мотора потекло масло. Байдуков настаивал на продолжении полёта. Но Ливаневский решил вернуться. Тогда командующий ВВС Яков Алкснис предлагает вновь попытать удачу уже Байдукову. И тот начинает искать себе командира корабля. Сам он им быть не мог. Его отец сидел на колыме. Тогда-то Георгий Байдуков вспоминает о своём друге Валерии Чкалове. Он знал, что Чкалов – выдающийся лётчик и в экстремальных условиях ему нет равных. Кроме того, Валерий Палыч поможет добиться разрешения на полёт у Сталина. Ведь он новый любимчик вождя. Чкалов впервые встретился со Сталином 2 мая 1935 года на центральном аэродроме. После того, как он провёл над Кремлём пятёрку краснокрылых истребителей И-16, а затем показал одиночный высший пилотаж. Нарком Сергу Арджиникидзе подвёл Чкалова к вождю. Это тот самый лётчик, который никогда не бросает свои машины даже в самой критической ситуации. Вспомнили, как однажды при испытаниях Чкаловым истребителя И-15 во время зимних полётов оборвался амортизатор левой лыжи. Казалось, приземлиться теперь невозможно. Лётчик мог воспользоваться парашютом. Но Чкалов боролся за жизнь машины до последнего. И всё-таки сумел её посадить. Вождь спросил, вам недорогая жизнь? Чкалов сказал, что каждый самолёт – это труд огромного количества людей. Поэтому до последнего стараемся сохранить этот самолёт. Сталину очень понравился ответ. Через несколько дней после встречи Чкалов и конструктор самолёта И-16 Николай Поликарпов были награждены орденами Ленина. Так Чкалов стал новым любимчиком вождя. Сначала он симпатизировал Ливаневскому. Но потом, возможно, что неудачная попытка перелететь через полюс, который предпринял Ливаневский, охладила эти чувства. Этим обстоятельством и решил воспользоваться Байдуков, предложив Чкалова в качестве командира. Сам Чкалов к этой идее отнёс себя прохладно. Он лётчик-истребитель. На тяжёлых самолётах летал мало. Но, опробовав АНТ-25, согласился. Машина ему понравилась. Сталину не нужен был очередной воздушный провал. Он поступил по совету Громова осторожно. Предложил советский маршрут. Москва, Петропавловск-Камчатске, Охотское море, Сахалин, Николаевск-на-Амуре с посадкой в Хабаровске или Чите. Сверхдальний перелёт должен был показать милитаристской Японии, что советская авиация при необходимости способна защитить свои дальневосточные рубежи. 20 июля 1936 года Беляков, который по настоянию Байдукова тоже вошёл в новый экипаж, записал в бортовом журнале. Время взлёта 2 часа 45 минут по Гринвичу. Самолёт достиг Петропавловска-Камчатского через 56 часов 20 минут и сбросил над ним вымпел. Чкалов повёл машину к Сахалину. Но она попала в сильную облачность и штормовой ветер. Они вышли на небольшую группу островков, на одном из которых, значит, увидели там полоску прибрежной гальки и песка. И Чкалов усадил на эту полосочку свой вот этот самолёт. И самолёт, значит, вот целым был там. Отлетело, правда, колесо, но его, значит, потом смонтировали, и всё было как нужно. Байдуков всё равно остался недоволен перелётом. Позже он напишет в дневнике. Трепачи мы, трепачи. Вот собирались туда лететь, а закончилось тем, что мы вот сели на каком-то островке. И тем не менее, это был грандиозный успех. Впервые наши лётчики совершили беспосадочный перелёт на огромное расстояние на советской машине и виртуозно приземлились на необитаемом острове Уд. Кому такое могло быть тогда под силу? Чкалов в очередной раз продемонстрировал свой профессионализм. Я была на острове Уд, и на меня произвело это очень большое впечатление, потому что это ровная поверхность, которая находится, в общем, на уровне Охотского моря. Это песок и галька. И как этот огромный самолёт посадили в полной невидимости, конечно, это большое достижение и большая удача. Вы понимаете, они все умели делать своё дело. Вот отец сажал их самолёт. Наутром на остров Уд привезли газеты, в которых говорилось, что всем троим лётчикам присвоено звание Героев Советского Союза. Ну, как же подняться с острова, где нет взлётной полосы? Для Героев её сделали за считанные дни. Тут же были завезены на грузовых судах лесоматериалы, построили узенькую взлётную полосу, отремонтировали одну ногу шасси, и Валерий Павлович, конечно, блестяще поднял эту машину, и они с триумфом пролетели через всю страну. Маршал Советского Союза товарищ Блюхер вместе с трудящимися края радостно приветствовал героев сталинской путёвки. Дальше уже был агит-полёт с посадками в разных городах. Каково же было удивление Байдукова, когда на аэродроме Новосибирского среди ликующей толпы он вдруг увидел своего отца, исходавшего после Коломы измождённого, но очень хорошо одетого. Это была ещё одна награда, в частности, Байдукову, за успешный перелёт на Дальний Восток. «Если кого-то из вас посадят, – пошутил тогда Чкалов, – буду проситься у вождя на очередной рекорд. Ему ещё придётся заступаться за друзей. Но это будет позже». На военном аэродроме в подмосковном Щёлково героев-лётчиков встречал сам товарищ Сталин. От переизбытка чувств Чкалов бросился целовать вождя. Оторопевший грузин отпрянулся, но было поздно. Чкалов так вцепился, что уйти от этого объятия Сталину не удалось. Такого себе ещё никто не позволял. В газете «Известия» появилась фотография горячих объятий. А потом, на приёме в Кремле, Чкалов, увидев перед Сталином бутылку с вином, поморщился. «Батя, руководитель русского народа, должен пить водку!» Налил две рюмки водки, одну протянул вождю. Решил выпить с ним на брудершафт. Он подошёл с бокалом и всё, но охрана там, значит, сразу как-то, так сказать, отреагировала на это. На брудершафт они вместе не выпили. Сталин сам наполнил себе бокал водкой. За здоровье советских соколов, за их крепкие крылья. Теперь дорога в Америку была точно открыта. Правительство разрешило лететь Чкалову со своим экипажем на самолёте АНТ-25. Михаил Громов в то время сильно простудился и лежал в госпитале. Узнав об этом, он срочно выписался и добился встречи со Сталином. «Пустите и меня! Я взлечу через полчаса после Чкалова и достигну границ Мексики!» Идея вождю понравилась. Сразу два советских самолёта на американском континенте. Идеальная картина. Оба экипажа начали готовиться к полёту. А дальше произошло что-то невероятное. Об этом случае мало кто знает. В один из дней, когда Михаил Громов со своим экипажем пришёл в ангар к своему самолёту, то он увидел его стоящим без мотора. А когда Данилин бросился к своим запечатанным ящикам, к своим картам, то он самых главных листов своих карт не нашёл. Это был неожиданный ход начальника ВВС Якова Алкслиса. Он боялся, что любитель спортивных рекордов Громов непременно обойдёт Чкалова и первым приземлиться в США. Но ведь и он, и весь его экипаж беспартийный, а это никуда не годится. Что о нас в Америке подумают? Свой фокус он, конечно же, согласовал с вождём. Иосиф Виссарионович иногда любил пошутить и посмеяться от души. Громов от стресса опять попал в больницу. Он вылетит, но позже, когда самолёт Чкалова уже будет в Ванкувере и побьёт французский мировой рекорд по дальности полёта, приземлившись в Калифорнии в Сан-Джасинто. 18 июня 1937 года. Фотографии экипажа вместе с конструктором Туполевым на фоне Краснокрылова АНТ-25 с надписью «Сталинский маршрут». Обратите внимание, Беляков держит под мышкой увесистый свёрток в белой бумаге. Это не сух паёк в дорогу. В нём 150 тысяч американских долларов. Карманные расходы. Пусть буржуи знают. Мы их бумажки даже не считаем. Чкалова спросит в Америке. Вы что, миллионер? И тогда он произнесёт свою знаменитую фразу. Да, за моей спиной десятки миллионов советского народа. Однако и доллары в США ему тоже пригодятся. Туполев на этом фото не случайно. Одномоторную машину проверяли до последней минуты. Какая-то дьявольщина с ней происходит, говорил Чкалов, как бы ни подвела. Для опасений были основания. За месяц до того рабочие забыли в стойке шасси сверло, отчего при взлёте оборвался подъёмный трос. А за неделю до вылета вообще чуть не произошла катастрофа. Во время тренировочного полёта АНТ-25 был повреждён. Его крыло задел колёсами истребитель И-5. Образовалась пробоина. Её спешно залатали, торопились со взлётом. Но метеорологи давали неутешительные прогнозы. В ближайшие пять дней лететь нельзя. Однако Чкалов сказал, как отрезал. Есть задание ЦК, и мы не можем тянуть с его выполнения. Задание не устанавливало конкретного дня вылета. Но у Чкалова не терпелось. Чёрт их поймёт, этих прогнозистов. Они и на завтра погоду не могут угадать. Вылетаем 18-го. В 1 час 5 минут по Гринвичу, тяжело загруженную топливом и продуктами машину, Чкалов с трудом отрывает от взлётной полосы. Предписаний лететь именно в Сан-Франциско нет. Главное – преодолеть Северный полюс и добраться до Америки. Полёт должен проходить по прямой. В Арктике были очень сложные метеоусловия. Слишком высокая для полярных высот облачность, порой с очень мощным обледенением. И для того, чтобы обходить эти облака, они часто меняли курс. К Северному полюсу подошли с опозданием на 6 часов. Самолётом попеременно управляли то Чкалов, то Байдуков. Когда Чкалов сидел даже в простых условиях за рулями, он всё время ему подсказывал, «Валерий Павлович, держите курс ровнее». Потому что истребители, как правило, за курсом не смотрят. Они смотрят по сторонам, всё время в каких-то таких постоянных движениях во всех направлениях. Лётчик-истребитель Чкалов героически преодолевал все трудности многочасового полёта. У него разболелась нога. Из ушей от кислородной недостаточности пошла кровь. Здесь, в своём фильме о легендарном лётчике, режиссёр Калатозов не погрешил против истины. Самолёт покрылся коркой льда. От холода в ящиках даже замёрзли апельсины. Рванула пробка радиатора. Пришлось заливать в него всю имеющуюся на борту жидкость, включая собственную мочу. В Америке погода их тоже не порадовала. Постоянно приходилось менять курс. Какой к дьяволу тут рекорд! Посадить бы куда-нибудь! И Байдуков посадил уже почти без грамма топлива АНТ-25 на случайно подвернувшийся военный аэродром Пирсон-Филд на окраине Ванкувера. Их, конечно, не встречала ликующая толпа, как в кино. По дошедшему военному Чкалов протянул записку на английском языке. «Привет от великого советского народа великому американскому народу!» Тут же вышли на связь к нашему послу Уманскому. Он прилетел. Встречали их там, конечно, с американским размахом. Позади 9 130 километров. Рекорда по расстоянию не побили. Прошли меньше, чем до советского острова Уд. Но через Северный полюс еще никто не перелетал. Советские люди первыми проложили воздушный мост дружбы между двумя странами. Это был невероятный успех и огромная заслуга. В первую очередь Чкалова. Ликовали не только в СССР, но и в Америке. Поздравительная телеграмма из Москвы от Сталина, Молотова, Ворошилова, Жданова. Обнимаем вас, жмем ваши руки. Выданные им на дорогу доллары потратили с размахом. Им купили по Бьюику. Они были, конечно, разодеты, круче американцев. И показали их по всей стране. Чкалов, Байдуков и Беляков были приняты президентом Франклином Рузвельтом. Валерий Павлович выступал на встречах и митингах, где продемонстрировал дар великолепного оратора. В тот момент, когда мы покидаем гостеприимную Америку, Ромов, Юмышев, Данилин, летят на самолете АНТ-25 номер один. И уже сейчас покрыли расстояние, которое превышает мировой рекорд дальности. Возвращались герои домой на корабле. АНТ-25 был разобран и погружен на то же судно. Экипаж наградили орденами Красного Знамени. Высокое звание Героя Советского Союза получили не мы трое, а получили 170 миллионов рабочего класса нашей Родины. Мы представители Великой Родины, сыны этой Родины. А в декабре 1937 года Чкалов стал депутатом Верховного Совета СССР. И тогда он впервые понял, что в стране происходит что-то неладное. Во время процесса над Бухарином и Рыковым он прямо в зале заседания и воскликнул. Это они-то, соратники Ленина, враги народа? От него отшатнулись все коллеги. Думали, конец Великому Чкалову. Но, вопреки ожиданиям, прославленного летчика не тронули. Пострадали его друзья. С теми, с кем он работал. И он ходил их защищать. По крайней мере, предпринимал какие-то шаги. После одной из таких адвокатских бесед со Сталином Чкалов так хлопнул дверью, что она чуть не слетела с петель. Но и это сошло ему с рук. Вождь любил его и все прощал. А летом 1937 года он вызвал Валерия Павловича в Кремль и якобы сделал неожиданное предложение. Занять пост наркома внутренних дел вместо потерявшего доверия Ежова. Эта встреча стала настоящим ребусом для биографов Чкалова. Если такое предложение было, это совершенно иезуитское предложение. Человека далекого от этого рода деятельности поставить на такой пост и за его спиной заниматься уничтожением вообще лучших людей страны – это, ну, с моей точки зрения, это иезуитство, подлость. Впрочем, документальных подтверждений этого кадрового предложения нет. Однако встреча такая была. И, возможно, Сталин предложил Чкалову нечто иное. Ему могли предложить какую-то руководящую должность в авиации. Многие руководители авиации в то время уже были арестованы. Вакантных мест имелось достаточно. Чкалов понимал, что за ним в любой момент могут прийти. Незадолго перед гибелью отец всегда клал под подушку револьвер. Вот он спал с револьвером под подушкой. Так что за предложение на самом деле могло последовать от Сталина? Скорее всего, вождь видел Чкалова в должности заместителя начальника ВВС по боевой подготовке или руководителя учебного заведения военно-воздушных сил. Во всяком случае, именно эти посты Иосиф Виссарионович потом предлагал Громову. Но тогда Чкалов отказался. Он сослался на то, что ему нужно довести до ума вот эту вот машину И-185, которую он должен был испытать, которая вышла вот еще сырой из ангаров Поликарпова. Действительно, новый истребитель нужен был военным, как воздух. И 16-й, хорошо проявивший себя в Испании, уже начал устаревать. Вроде бы логично, но отказ Валерия Павловича вождю многие исследователи жизни Чкалова связывают с его последующей гибелью. Мол, Сталин, наконец, наказал строптивого летчика. Так что же произошло на самом деле 15 декабря 1938 года? Могло ли это быть хорошо спланированным убийством? Нужен ли был Сталину сверхпопулярный, но малоуправляемый герой? В мозгу нашего вождя там каждому был отведен свой шесток. А тут вдруг оказалось, что он этот шесток как-то перепрыгнул. Поликарповский самолет И-180 под индексом 1 делался на заводе номер 156. Там, как и в других организациях, работали агенты НКВД. В начале декабря они сообщили своему новому шефу Лаврентию Берии, что экспериментальный истребитель имеет 48 дефектов, которые могут грозить катастрофой в воздухе. А его постоянно вытаскивают на аэродром. Причем без технического паспорта. Берия тут же пишет докладную записку Сталину Ворошилову Молотову. Для проверки сообщений агента на завод выезжал оперуполномоченный, которому подтвердили, что самолет отправлен на аэродром с дефектами. Первый полет Чкалова на этой машине должен был состояться 12 декабря. Но докладная Берия сыграла свою роль. Ворошилов потом напишет. Узнав от работников НКВД о состоянии этого самолета, товарищ Сталин лично дал указание о запрещении товарищу Чкалову полета впредь до полного устранения недостатков самолета. Однако 15 декабря И-180 все же поднимается в небо. Неужели директор завода Михаил Усачев посмел ослушаться руководителя страны и добровольно накинул себе на шею петлю? По словам современников, он был хорошим руководителем, но не самоубийцей. Когда есть такое количество недоделок, то относят это все не на три дня. Относят это на какое-то продолжительное время для того, чтобы была возможность эти недоделки исправить. Известно, что Чкалов поднял машину в воздух в 12 часов 58 минут. А за 10 минут до этого Усачев позвонил заместителю председателя Совета министров Кагановичу и сообщил, что самолет уже в небе. Видимо, понимая, что Чкалова не удержать, директор решил подстраховаться. Решал это дело, по сути дела и должен был решать это дело Чкалов. Он решает, можно лететь или нельзя. Он решил лететь. Однако ведь не сам Чкалов задумал эти декабрьские испытания. Известно, что он гостил у родных и был вызван на завод телеграммы. Может быть, дирекция завода хотела до Нового года испытать самолет для того, чтобы там включить его в план следующего года в наркомате авиации. В этом деле, конечно, был заинтересован и сам Поликарпов, и были заинтересованы люди из конструкторского бюро. В моторе М-88, который стоял на опытном истребителе, не хватало одной так называемой бензопомпы. По инструкции, без нее категорически нельзя было летать. Двигатель не набирал полных оборотов при высоких нагрузках. Но в скорых испытаниях был заинтересован и сам Чкалов. Да и у Сталина в декабре к день рождения. Новый, проверенный опытным летчиком самолет – хороший подарок. И вообще, он всегда стремился в небо, в любой день, в любую погоду. Но это был великий Чкалов. Вместе с тем, у него было задание-то выполнить элементарный полет по кругу, даже не убирая шасси. А Валерий Павлович пошел дальше. Взлет прошел нормально. Чкалов сделал, как и предписывалось планом полета, круг над аэродромом. Но потом, без разрешения, пошел на второй. При этом несколько отклонился, как говорят летчики, от кромки поля. Естественно, ни над какой дачей Сталина он не пролетал. Насчет дачи Сталина – это все выдумки, самые настоящие. А затем, когда И-180 лег на обратный курс и начал снижаться, с земли увидели, как из мотора повалил черный дым. Черный дым – это не сгоревшее горючее, которое выбрасывалось из патрубков. Мотор остановился. Самолет стал уходить влево от аэродрома. И когда он скрылся за постройками, раздался грохот. Истребитель врезался в кучу бревен и металлолома. Чкалов успел увезти машину от жилых домов. С его летным мастерством он бы ее благополучно посадил на аэродром. А так как он удалился от кромки летного поля и, переведя машину на снижение, естественно, убрав газ, охладил мотор, мотор остановился. На моторе стоял чужой пропеллер, а шасси были намертво приварены. На испытательных самолетах это была обычная практика. Но они снижали аэродинамику самолета. С убранными шасси у истребителя было бы в запасе еще метров пятьсот. На основании чего Байдуков напишет, что Чкалова фактически убили. Были созданы две комиссии. Одна летная, а другую возглавил Всеволод Меркулов, заместитель Берии. Тот, кто попадал к нему на беседу, уже не возвращался. По делу Чкалова было арестовано и позже расстреляно около шестидесяти человек. Но уцелел конструктор Поликарпов. На его объяснительной записке Сталин написал. Не брать. Вождь знал, кого можно трогать, а кого нет. Позже Поликарпов создаст отличные истребители и бомбардировщики, которые сыграют важную роль в Великой Отечественной войне. Правительственная комиссия сделала заключение. Гибель товарища Чкалова является результатом расхлябанности, неорганизованности, безответственности и преступной халатности в работе завода номер 156. Но при этом, цитирую, она не смогла установить лиц, персонально ответственных за решение вопроса об окончательной готовности самолета и экипажа к полету. Не удалось допросить и одних из главных свидетелей, ведущего инженера по испытаниям Лазарева и бортмеханика самолета И-180 Куракина. Первый на следующий день после трагедии был сброшен с электрички. Второй сразу же пропал в неизвестном направлении. Это подогрело версии о спланированном убийстве. Это все вымыслы, домыслы, обыкновенная работа, вот такая вот. Ну, ошибка у нее была. Однозначно, никакого злонамеренного умысла не было. Теперь уже трудно, да, наверное, и не нужно искать виновных. Пламенный мотор Чкалова остановился по стечению обстоятельств. Главное, что мы о нем до сих пор помним. Помним, как о человеке, который был способен своей энергией, целеустремленностью, волей и любовью к родине покорять вершины. И быть всегда первым. «Нельзя умирать побежденным», – любил повторять Чкалов. И до последнего своего виража, последнего мгновения жизни, он следовал этому правилу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова